...от людей, которые отступили от Бога. И о самой великой радости, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес в третий день. И дарует прощение всем, кто приходит с покаянием и обещает никогда не возвращаться на прежнее. Вот мы для этого здесь находимся. Господь нам повелел прийти. А вы сейчас в рулетку, да? А? У тебя в рулетку, типа те, кто тут дрочит. Так, сестры, посмотрите у вас. Вы далеко, наверное... Мы очень близко. Так, ну плохо слышно было. Нормально. А вы знали, что это не очень пропагандировать в Библию? Я не пойму. У вас микрофон где находится, посмотрите. Вот здесь. Может быть, в руки взять? Мы находимся в городе Барнаул, Алтайский край. А вы знали то, что Библию нельзя пропагандировать? А вы это делаете. Это не по-христиански. Так, минутку. Еще раз посмотрите, почему так плохо слышно. Совсем прям не слышно. Я не могу разобрать слова. О, ебать, беда. Салам алейкум. А, батюшка, я вас слушаю. Послушай, пожалуйста. Скажи, дорогой, ты эту книгу читал когда-нибудь? Да, четыре раза перечитывал. Так, а вот что написано? Переведи, пожалуйста. Так, там безогласовка какая-то прочитаю. Так, а ты сейчас можешь посмотреть, что означает сура, пятая, сорок седьмой аят и шестьдесят шестой? О чем они говорят? О, я же не наизусть учил. Ну, я вам отвечу. Там написано о том, что мы, христиане, я верующий, являемся, называемся люди Писания. Помнишь такое? Помнишь такое? Еще раз. Мы называемся в вашей книге «Люди Писания». Ну да, а что? Так, а книга-то написана в седьмом веке, и там другого Писания-то не было, только Библия. И там написано, что Всевышний христианам дал инжил. Инжил – это Евангелие. Помнишь такое? Инжил – это тоже, да. Вот, а по Евангелию он говорит, мы чтоб друг друга-то любили, и поэтому, вот мы, христиане, которые, я за всех не отвечаю, вы никогда нас не увидите с оружием против мусульман. Они нам не чужие, мусульмане. Мы их рассматриваем по Адаму как братьев. Они все же так рассматривают. Вам трудно понимать, о чем я говорю? Ну, не совсем, но мы... Ну, ладно. Дело в том, что мне Господь позволил, у меня вышло из печати 38 книг. 38 книг. И мы проехали, библиотеки мира отдавали. Прошли, я в Барнауле нахожусь. У вас какое-то эхо идет. И мы доехали до Владивостока, а потом до Лиссабона. В Скандинавии, Прибалтику я везде дарил 38 табов. Мы сделали подарок, 35 миллионов рублей стоит это. И были 6 мусульманских республик, и Турция, и в Азербайджане, в Баку, мы ночевали в доме Мулы. Мула. Это у них, как у нас, священник вроде бы, да? Да, да, да. Меня удивило вот что. Какой высокий уровень образования. Он, Мула, разговаривает на шести языках, а жена на четырех. Я у православных даже ни разу не встречал такого. Мы ходили в мечеть, молились, а потом пошли в храм. Вот какие интересные... А что вы хотите этим сказать? Это Баку, город Баку, Азербайджан. Ну, недалеко от нас. Да. Вы ушли куда-то там, не видать вас. Голову повыше поднимите так. Мы христиане. Вы снимаете что ли? Да. Вы снимаете нас? Да. У нас всё везде снимается. У меня большой Ютуб. Брата, так назовём, щад рулетку. Содом и Гаморра. Возвестить волю Божию людям, что делающий злые дела, будет вечно мучиться сатаной в огне. И самая великая радость, что Иисус Христос, Он умер, Его прибили. Он умер за грехи людей и воскрес в третий день. Вот сейчас идёт 2020 год от рождения Христа. И сегодня день воскресения. То есть Он воскрес. Это в честь Христа. И мы свидетельствуем о том, что если человек кается, Господь говорит, то своими страданиями Он нас искупил. Прощает все грехи с условием, что ты уже на прежнее не пойдёшь. Ты искупленное щадо будешь Божьим. Для Бога жить. Вот мы строим православную деревню. У нас нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас нет ни одного аборта, ни одного развода. А в стране за перестройку в Российской Федерации сделано 120 миллионов абортов. Это ужас один. Война. За Великую Отечественную войну даже 30 миллионов не набирается. А это 120. Четыре мировых войны прошли в щереве и в огине женщины. Так. У вас есть какие вопросы по теме, как жить правильно, как душу спасти, как... Как жить правильно? Ну да. Как? Вы... У вас... Библия-то есть дома, нет? Вот эта книга? Нет, вы не считали. А какая у вас книга? Какой вы доверяетесь? Вы не знаете, да? Ну вот если у вас будут вопросы какие-то духовные, я не знаю. Вы можете найти меня в скайпе. Игнатий Лапкин. Это моя фамилия имя. Я там один с этой фамилией. Кул. Ким рядом не грех побыть. Если он верующий, можно надеяться. Человек этот думает о небе, а не о разврате. Мы свидетельствуем людям о великой радости, что Иисус Христос... Саша, мы такого не видели еще. Иди сюда. Иисус Христос умер, распятый за нас и воскрес. Ты что орешь? Придурок. У тебя дети здесь. Опять тебе похуй? Что ты орешь-то? Нет, я знаю, похуй. Предоставить могу блаженному человеку. Да все. У человека у нас крышу проспайкал. Ну что сделаешь-то? Мы же в таком мире живем, что надо терпеть как-то. Мы говорим о Боге, о вечности. Вот у меня вышло 38 томов книг, и мы развозили по миру, дарили в библиотеке. И в Баку мы ночевали в доме Мулы. Видишь как? Мы благодарим Бога за то, что встреча эта произошла с вами. А медицина? Если вы пожелаете узнать больше, вы по скайпу зайдите. По скайпу. Игнатий Лапкин. По скайпу вы меня найдете сразу. Я там один. И большой ютуб у нас называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Молитву. А что вы можете сказать по поводу медицины, которая против Бога? Ну, против Бога он не знает, что такое Бог. Ох, человек написано такое 3600 лет назад в Библии, 13-й Псалом. Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Причина. Они развратились, совершили гнусные преступления, не делающего добро, нет ни одного. Вот весь ответ. Делающий добро идет к свету, а делающий зло и ненавидит свет и не идет к свету, дабы не обречились дела его. Вот ответ. Это Евангелие от Иоанна нам говорит, 3-я глава. Понятно. А вы в церкви живете? Нет, это моя комната. А комната необычная, одна-одна на всю страну такая. Какая? Ах, такая. Прошлые годы, 80-е годы, Господь позволил мне насчитать 50 книг аудио. Тогда не было интернета. И купить магнитофоны, и размножить эти кассеты, и по всей стране распространить. И кроме религиозной там Библии, я насчитал архипелаг ГУЛАГ Солженицына, брал интервью репрессированных, и меня отправили по этапу. А вы сидите? Я 5 тюрем отбыл за Слово Божие. И лагерь. Вы в тюрьме? Нет, сейчас не в тюрьме. Я освобожден, реабилитирован, как политзаключенный. И теперь я подал иск. А иск оказалось, 11 миллиардов стоит, по тем деньгам еще, недоминированным. И 11 лет шел суд, я его выиграл. А за что вы сидели? За распространение Слова Божие и архипелагу ГУЛАГ. Интервью репрессированных брал. Ну, под политическую статью подвели. И вот дальше, что начинается? Это Господь Бог дает судебного исполнителя, пристава, который в городскую администрацию пришла и говорит, пока Слабкиным, Игнатием Тихонычем не рассчитайтесь, я арестовываю все счета. Чего человек живет, для чего родился. Вот есть такая книга, самая древняя и самая мудрая и самая полезная. Да. Вот даже где книг много, там называется Библиотека, корень-то Библия сохраняется. Мы пришли в это место разврата, людям напомнить, что ждет Господь. На суде Божьем будут эти люди безобразные гореть в огне огненном. в гении огненной. Но мы должны сказать, что Иисус Христос умер за грехи людей, Его распяли, прибили. Он умер не за себя, за нас. И воскрес третий день. И сегодня Он призывает всех, придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя, иго моё благо, бремя моё лёгко. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. Кто не будет веровать, осуждён будет. Это Евангелие от Марка, 16 глава. И мы верим в это, и живём до этого. Вот мы строим православную деревню. У нас нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. У нас ни одного аборта, ни одного развода. Ну, это же, вот если зайдёте на наш Ютуб, вы увидите, что ему равных нету. Нету. Огромный-огромный Ютуб, 19 тысяч роликов наших только там. Мы всё снимаем, показываем, как у нас живут люди, как молятся, какие девушки, дети, как занятия идут, какие книги у нас есть. Большая была поездка. У нас большой Ютубе канал, можете взять, посмотреть. Называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин, это я. Мы находимся в Алтайский край. И вот мне Господь позволил, я много преподавал в университетах, техникумах, радио. И получилось, что у меня 38 книг вышло из печати. И Господь мне на сердце положил подарить бедной библиотеке. И мы проехали с Барнаула до Владивостока. В каждые районы центра. А потом забросили книги «Границы» и прошли до Лиссабона, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Север и Турции. 650 остановок было. И подарили в каждой, где были библиотеки, на 35 миллионов рублей подарили книги. Каждый комплект книг, 38, он стоит 750 евро. Видите, как интересно. И всё на наших ресурсах, там это есть. Это жизнь, наполненная добрыми делами, благословением Божиим. Вот мне Господь позволил создать детский лагерь православный. Я 45 лет его начальник. Ещё три года в ином формате. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. Отдыхали люди с родителями. Лагерь комплексный. По любому вопросу везде. Не надо говорить там проблемы. Я это слово выкинул. Называю нерешённый вопрос. Нерешённый, его надо решать. Воспитывать детей. Неграмотно. Вот я преподаю, веду радиопрограммы, вел для людей. Преступников много. Сотрудничаю с тюрьмой. Сотрудничал. Помогал, потому что я сам прошёл большой путь. За Слово Божие сажали. То есть любое дело, его надо начинать делать. Мы с храмом построили, школу, за свой счёт. Там уже пять прудов, дорогу, всё за свой счёт. А то Путин виноват, у Путина других дел хватает. А мы за них должны молиться. Нам указание дано. Вот представьте, что у нас деревня, 28 лет, и ни одного матерка никто не сказал. Ни одного. Написано надписи в деревне. На территории деревни курить запрещено. На территории, внутри нельзя курить. И люди не нарушают. Видите как? Вот мы делаем это, потому что сердце горит любовью к Богу, а Господь благословляет. И голодных нас никто не ложился спать. От своего труда. Коров доят, молоко в город везут, там сливки, скотину держат, птиц. И вот насчет этого, есть как сделать себе и другим помочь. Вот если хотите на наш YouTube канал зайти, зайдите. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Это очень сильное. А если по скайпу зайдете, скайп, такая система есть, как телефон. Вот разговаривает, друг друга видит. В скайпе. Там Игнатий Лапкин, только зряди, я один с этой фамилией. Я там могу ответить, побеседовать, скинуть наши ресурсы огромные. Фильмы у нас снятые. Государственные фильмы. Занявшие первое место на международных киноконкурсах. Это не просто так. Вопросы какие-нибудь есть о Боге, о вечности? Как-то нет. Ваше имя, как переводится на русский язык? Как звать? Знаете? Ксения. Ксения? Так, минуточку, голубушка. Сейчас я гляну календарь. Ксения. Я это недавно смотрел, и сейчас. Ксения, тут женский. Так, минутку. Еще же-то у меня тут нет. А, вон, где надо дальше посмотреть. КССКБУКГ. К. Ксения. Так, минуточку, подожди. Что же это? Ксения. Вот, уже дошел страничку. Сейчас одну еще перечеркну. Переверну. Ксения. Ну да. Иностранка. Странница. Ксения. Греческое имя. Иностранка. Вот видишь? Вот какая иностранка. А теперь себе как применить-то? А так, скажи, странники мы в этом мире. Все мы умрем. Так и называются. Вот и уже оправдала. Поэтому ни к чему не привязывайся. Я вот, которые молодые, всем наказываю. Никогда ни в чью машину не садись и никому на дом не заходи. И скорее домой возвращайся. Потому что воруют детей. Что попало делают. Умирщвляют на органы. В Китае. Поймали их сейчас. 400 детей потерялось. Матери ревут. Наше они лежат. Иль дом обложены. Мертвые. А спрашивают. А куда же тогда девай эти органы продаете? Говорят, куда? Съедаем и все. Это ужас какой. Поэтому себя береги, Ксения. Пойдешь из дома, перекрестись всегда. И скажи, отрекаясь от сатаны всех дел его и родителям, скажи, благословите меня пойти. И никого не бойся. Ни с кем знакомства не заводи. Иди домой. Твою жизнь Господь устроит, как ему надо. А сегодня вот поженятся и разойдутся. Из ста человек, ста свадеб, 86 первые три года уже развелись. Да какая же жизнь-то? Мужики никудышные, да и женщины такие. Надо быть твердым. Вот я говорю, у нас ни одного развода нет. Ни одного. Прочно. Родители присутствуют. Это все увидите, как у нас бракососочетание идет. Так. Ну все тогда, Ксения, прощаемся. Да. Да, храни тебя Господь. Береги себя для Бога, для вечности, чтобы в аду не оказаться. Никого не слушай, который от Бога отводит. Сходи в храм, поисповедуйся, там к батюшке подойди. Там найдутся, может быть, занятия какие идут. Храни тебя Господь. Во славу Божию. До свидания. До свидания.